Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Здесь все по классике. Звонок и учитель начинает свой урок. Будни учеников и педагогов Тухчарской СОЖ – это бесконечный круговорот знаний. От старшего к младшему, от опытного к неумелому. И здесь могло бы показаться, что учитель всегда дает, но никогда не получает, лишь истощая свои силы. Но это не о Салемат Курбановой. Дети – это ее ежедневная эмоциональная и духовная подпитка. Выходя за территорию школы, встречают меня дети. Они меня обнимают, стараются как-то угодить, несут мою сумочку. Затем на переменах они рисуют открыточки, дарят сердечки. Вот такой момент, я понимаю, как же важна для меня эта моя профессия. Радуют дети и Шамане Матулаевну. Она отдала учительскому делу уже 40 лет. За это время выпустила множество классов с некоторыми из ребят, которые ей как сыновья и дочери поддерживают связь и ныне. С детьми я отдыхаю, с детьми мне интересно, с детьми работаю, живу, как говорится. Жизнь идет, когда дети со мной, и я с ними. Есть в Тухчарской СОЖ и молодые специалисты. Да вот только их по пальцам можно сосчитать. Одна из них – Джамиля Гасанова. Она работает в школе уже 5 лет. Говорит, что самое сложное в учительском деле – завоевать авторитет учеников. Ведь силу возраста они не всегда воспринимают учителя всерьез. Как получить отдачу от детей, когда ты в их глазах предстоишь неопытным преподавателем. В их глазах ты выглядишь, наверное, не совсем. Может быть, им кажется, что, возможно, ты не очень компетентен. Поэтому, наверное, было сложно завоевать их уважение и доверие. Привить, скажем так, понимание, что молодой тоже может их научить чему-то, так же, как и взрослый. Тот факт, что учитель передает знания ученикам, которые они несут всю свою жизнь, это действительно стоит очень многого. В сельской школе всего 28 учителей. Это дружный и сплоченный коллектив. И если хоть одно звено этой маленькой образовательной цепи выйдет из строя, восстановить ее будет очень сложно. Прежде всего потому, что сегодня квалифицированные учителя на вес золота. В республике, как и в целом по стране, в школах ощущается острая нехватка кадров. Профессия учитель теряет престиж. И с каждым годом это становится все более ощутимо. В последнее время, как бы кто ни говорил, я считаю, что педагогическое образование, оно в престиже упало. То образование, которое давало в советское время, сейчас, к сожалению, после 90-х годов не дают. Практически учителя приходят в школу неподготовленные. Может быть, от того, что наверняка из-за того, что зарплата очень маленькая. Поэтому наверняка, я считаю, в школы идут только самые смелые, которые действительно влюблены в свою профессию. Главная мотивация для учителей, несмотря ни на что, это дети, их благодарность, любовь и переданные знания, которые станут для них путеводными. Педагогическое мастерство принято считать не столько профессией, сколько призванием. И это действительно так. Ведь тех, кто осознанно выбирает преподавательскую деятельность, не страшит ни нервное напряжение, ни низкая оплата труда. Педагогика – это искусство отдавать, но приобретают здесь не только ученики, а всё общество.